Ну что же, здравствуйте вновь уважаемые зрители! Сегодня мы с вами наблюдаем за противостоянием команд Team Darkos против команды XXX123 в рамках Амантерской Лиги плей-офф. Это Бест оф Три серия, для вас комментирует Бэтрикс, и мы начинаем. Видим, что уже начались пиги-баны команд. Для команды XXX123 драфтит Биг Бой, для Team Darkos Фиви, ну и уже видим, что Рейденды забрали себе Гримстрока плюс Андерворда, а команда Dyer забрали себе Лича плюс Сент Кинга. По панам давайте пройдемся также. Рейденды, Магнус, Дазл, Акс, МК, и сейчас думают над пятым баном. Ну и команда Dyer забанили Фантомку, Пандус, Акс, Ларка и Антимага. И сейчас, конечно же, думают тоже над пятым баном. Еще Таск отправляется в бан от команды Рейденд. Ну и в принципе, все пока что выглядит довольно-таки стандартненько. Нет ничего необычного, каких-то там сверх пигов, то есть Антимага на первый пик, например, или еще чего-то. Но, думаю, игра обещает быть очень и очень интересной. Лича Ска. Видел я уже несколько игр команды Darkos, знаю, что любят они этих персонажей, так что, если бы подготовились противники, можно было бы их и подбанить. Но, видим, что забрали своих любимых персонажей команды Darkos. Ну, а их противники, соответственно, взяли Гримстрока плюс Андерворда, что уже неплохо. Но нужно что-то взять под Гримстрока. Что это может быть? Пока что, как по мне, слишком рано об этом говорить. Но, вроде бы сюда заехал бы какой-то Коттл для Радиентов, ну или Лина, скажем. То есть, любой персонаж, который может дать хороший буст в Ультимейт Гримстрока, был бы очень хорош. Забанили Вайда, команда Dyer. Войд, значит ли это, что у нас будет какой-то персонаж, который слаб против Вайда? Да, кто это может быть? Это может быть Брюмастер, но он, к сожалению, уже в бане. Кто это может быть еще? Луна. Луна может быть от команды Dyer, или это может быть Террор Блейд от команды Dyer. Ну, в принципе, Террор сюда пока что заходит. То есть, есть Лич, есть СК, но нужно какой-то взять бафчик только для этого Террора, скажем, Огра. Но это все-таки нет, это Джаггернаут. Ну, в принципе, да, это логично. То есть, Джаггернаут тоже против Вайда такой себе. Но, в принципе, и тот, и тот может другого убить. Но вопрос уже в личном исполнении. Ну и Радиенты сейчас уже задумались над своим третьим пиком. И что же это будет? Чем отвечать Джаггернаута? Джаггернаут это у нас персонаж, возможно, который берется наперед, чтобы отрезать возможность появления Феникса и еще ряда других персонажей. Которые будут неприятны для пика команды Дайер вообще в целом по игре. Так что смотрим, что же у нас сейчас тут будет. Минута 30 резервного времени остается у команды Радиент. И сейчас они должны нам показать своего третьего персонажа. Пока что я вижу только саппорта и хардлайнера. И не хватает еще одного саппорта, мидера и керри. Думаю, это будет саппорт. Да, вот саппорт появляется Undying. Выбор хороший. Дабла Undying Underworld мы уже видели в нескольких матчах. Вообще это популярная связка, которая имеет место быть. То есть много замедления, много контроля, урона периодического также много. Но неприятная линия. Максимально неприятная. Во-первых, потому что Undying будет постоянно воровать силу. А во-вторых, потому что Underworld будет просто подходить с руки на пятой минуте и бить по 120. Это тоже очень неприятно. Но теперь команда Dyer задумались над третьим, точнее четвертым пиком. Им нужно как-то укрепить свою нижнюю линию. Возможно, третьим персонажем. А в принципе, возможно, это будет даже СК. Так что и такое может быть. Но с другой стороны, им не хватает еще мидера и хардлайнера. Мидер и хардлайнер. Кто это может быть? Пока что из того, что я вижу, нужно еще как-то разбивать Тамбу. Хотя, в принципе, Тамбу и может Джаггернаут разбить. Но как-то бёрстить Underworld, скидывать Ultimate Grimstroke. Возможно, Oracle и хардловый СК. Но я бы сейчас открывал хардлайнера на месте команды Dyer. Пока что не показал бы мидера. Или можно взять VR-очку. VR-ка, в принципе, герой, который может пойти туда и туда. Так что VR-ка может заехать. Или можно забрать какого-нибудь ОД. Тоже хороший вариант. Но 12 секунд остается. Сейчас посмотрим, что же это будет за четвертый персонаж от команды Dyer. 5-4. И это у нас Тини. Интересно. Это будет тройка Тини, насколько я понимаю. И будет, соответственно, дабл-линия СК Тини. И с другой стороны лечь Джаггернаут. Ну, хорошо. Открыли хардлайнера. Теперь последний пик у команды Darkus. Это будет мидер. Но Рейдиндам сейчас нужно открывать уже одного из кор персонажей. Это будет или мидер, или керри. Я бы сейчас открыл керри. Керри, который будет сильнее Джаггернаута. И который сможет постоять против СК Тини. Кто это может быть? В принципе, может какой-то СК. Может, что там еще есть таких метовых персонажей. СК, МК. Нет, МК будет вообще отвратительно. Его будут просто закидывать под стантиней и убивать. Так что точно нет. Террорбойд все еще имеется. Имеется еще Спектра. На всякий случай, так сказать, на худой конец. Почему бы нет? Ну, или может быть какой-то необычный керри. Скажем, Дазл. Дазл сейчас хороший в роли керри. Но для этого нужно тренироваться. Да, такие, так сказать, стратегии сходу не работают. И вот появляется у нас Фантом Лансер. Хороший выбор. Во-первых, хороший, потому что иллюзии убивать постоянно нечем. А во-вторых, потому что сможет стоять против Тини СК. И они его не должны, по крайней мере, убивать. Вот за счет этого хороших ПЛ. Но в лейте, с появлением БФ на Джиггернауте, с появлением скорости атаки у Тини, иллюзии Фантом Лансера уже не будут такими эффективными, как они могли бы быть в начале, скажем. Так что вот пока что так это выглядит. Ну и сейчас Тим Даркос должны забанить последнего персонажа. У них 3 секунды остается. Не рассчитали немножко время. И банится Лоун Друид. Ну и теперь команда Рэддент. Они же X, 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 1, 2, 3. Трипл X, 1, 2, 3 будем их называть. Сейчас должны забанить последнего персонажа в этой стадии. И это будет кто-то, кто неприятен против мидера, которого они выберут. Я бы на их месте смело брал Лину. Возможно бы попытался даже взять ОД. Еще имеется Инвокер, Аркварден, Бруда, еще не в бане. Но нужно с этим считаться. Мипарь еще все еще есть. Но я знаю, что Тим Даркос не играет с мипарем, но банится Тинкер. Хорошо, забанили Тинкера. Что это значит? Против кого хорош Тинкер? Против Лины. Тинкер хорош еще против милишных персонажей. Ну и посмотрим. Посмотрим, почему же забанили Тинкера. Возможно, хотят взять реально Лину. Лину, ВР, в принципе, Тинкер и против того, и против того персонажа хорош. Или же просто боятся команды Радиент, что не будут их пускать на хайграунд, банально. Да, такая возможность тоже есть. Так что будем смотреть. 40 секунд еще имеется у команды Радиент. Но я думаю, что у них уже имеется какой-то план. Так что долго они себя, точнее нас ждать не заставят. 30 секунд резервного времени остается. Это последний пик для них. Возможно, кстати, хотят ребята просто по максимуму выжить это время. То есть все сделать. Что возможно, чтобы подумать аккуратненько, подойти ответственно к этому выбору. И, соответственно, уже взять такого персонажа, в котором они будут уверены. 10 секунд у нас остается. Будем сейчас смотреть, что же это будет за персонаж. Как по мне, сюда пока что хорошо заходит Лина. И это у нас Медуза. Ничего себе. Это Медовая Медуза. Ну и кто хорош против Медовой Медузы? ОД хорош. Хорош инвокер. Но, в принципе, Медуза не такой-то сильный мидер на самом деле. Можно буквально брать какого-нибудь стабильного сильного мидера, как типа МК, типа Лины, и отправлять против Медузы стоять спокойно. Да, пока что так все выглядит. Ну и это, видимо, у нас ОД. Вот тот ОД, о котором мы говорили, сразу же появляется после Медузы. ОД хорош. ОД может убивать иллюзию ОД. Конечно, точнее, иллюзию ПЛ. Они не так работают, как раньше эти РБ, они бьют по площади. Ну и пики команды, вы сейчас видите, на своих экранах. Команды Рейдинт будут играть через Гримстролка, Андерворда, Андайенка, Фантом Лансера, Медузу. Команды Дайер будут играть через Лича, Эскар, Джиггернаута, Тинни и Аутворд Девауэра. Ну и игра у нас уже скоро начнется. Пока что мне больше импонирует пик команды Дайер. У Рейдинтов, конечно, тоже хороший пик, сбалансирован. Но Медовой Медузы, если честно, я в ней не до конца уверен. Да, персонаж хороший, сам по себе, но для него слишком много нужно сделать. Нужно много фармить, много пространства и вообще всего нужно много. Так что тут Медузка я на самом деле сомневаюсь. Но будем смотреть. Будем смотреть, загадывать наперед не будем. Посмотрим, как игра обернется, чем закончится, ну и все такое. Видим, что игра уже начинается, команды готовятся. Смоки, варды, все, что нас может заинтересовать в прямом эфире для вас. Ставится сходу пауза. Хорошо. Возможно, имеются небольшие неполадки. У нас Медуза, видимо, не прогрузилась еще. Ну и по вардам что? Сразу же смотрим. Так, варды, варды, варды. Есть один обсервер вард в Медузы. Медуза, скорее всего, пойдет с ним в мид. Есть один сентри вард у андаинга. Команда Дайер. Дальше смотрим. Есть у лича один обсервер. Ну и ОД. Должен быть также, да, есть. Вот один обсервер у ОД. Какие примерно будут лайнапы? Давайте прикинем. А, кстати, у СК два сентри. Интересно. Они еще не в одном слоте. Забавно выглядят. Ну, лайнапы примерно такие у нас. ОД пойдет мид. Тинни, СК, нижний лайн. Джаггернаут и Лич верхний лайн у команды Дайер. Команда Радиент. У нас ПЛ плюс андаинг пойдут на низ. Наверх пойдут андерворд плюс гримстрок. И в центральную линию пойдет у нас Медуза. Ну, если честно, пока что не вижу каких-то особо сильных аутов для одной и другой команды. Но ОД в миде должен быть сильнее Медузы. Хотя за счет того, что он будет воровать у нее ману. И за счет этого Медуза будет получить чуть больше урона, чем должна. Плюс также Аркан Арбы у ОД хорошая вещь против иллюзионистов. Они не наносят сейчас больше урона по иллюзиям. Но они бьют сплошом. То есть, теперь если ПЛ будет с иллюзиями нападать. Просто ОД туда даст 2-3 арба. И уже будет видно, где настоящий. Джаггернауту в этой игре будет сложновато. Сложновато, по крайней мере, до покупки Баттлфьюри. С Бефетом уже все пойдет попроще. Можно будет и тамбу разбивать быстрее. И попутно наносить урон сплошем. И, в принципе, и ультовать можно будет прямо-таки в кучу иллюзий ПЛ. А после Дуппельгангера можно будет и настоящему урон наносить. И союзникам ПЛ. Но, вот вопрос только как ОД. Точнее, как Андерворду в этой игре противостоять. Я не знаю, прячет ли Астрал. Точнее, сбивает ли Астрал ОД. Ультимейт Андерворда. Это надо смотреть по игре. Но, по-моему, нет. Но это не точно. Но и Медуза против ОД. Как мы уже говорили, проблемки будут небольшие у Медузы. Так что, за этим надо будет следить. Но и линия, кстати, почему ПЛ плюс Андайинг? Пока что не понимаю. Да, ПЛ, Андайинг это хорошая линия. Но я бы на самом деле отправил Гримстроука. Все-таки Гримстроук это хороший саппорт. На линии может помогать. Я думаю, больше поможет, чем Фантом Лансер. Ну и, в принципе-то, больше, мне кажется, у команды Рейдинд идет заточка под то, чтобы вражеского керри задавить. Потому что сейчас придет на верхнюю линию Гримстроук. Придет туда Андерворд. Ну а что там? А там Лич и Джаггернаут. Здравствуйте. Вот и все. Очень просто. Эта стратегия работает. Замедление. Читочка Лича. Плюс также Джаггернаут крутится. Ну и все вот это делается. Отжимается пауза. Игра продолжается. Возвращаются у нас игроки все на свои места. Минута 16 до матча остается. Ну и какая у нас задумка у команды Рейдинд на верхней линии будет? Андерворд и Гримстроук. Если честно, пока что не вижу ни особо каких задумок. Прямо таки гениальных. Разве что Питоп Малли и Синкс Валл. Да, это хорошо. Но нужно для этого набрать урона с руки Андерворду. А вот там, с другой стороны, Лич и Джаггернаут это проверенная комбинация. Она работает в любое время. Ну конечно же после патча. Да и в принципе и до патча нормально работала. Но сейчас она работает еще в разы сильнее. За счет Фрод Шилда. За счет Фрод Бласта. Теперь Лич реально очень хорош в комбинации с Джаггернаут. В комбинации с Урсой. Ну в общем с такими персонажами, которым нужно замедление какое-то под них. А у нас кстати Дайеры разбивают Смоук. Интересно. Команда Дайер в Смоке находится. Возможно попытается сейчас что-то сделать. Или просто ЛД поставит Борды. Ставит один нам сервер на вражеский хайграунд. Хорошо. И тут у нас втроем идут Дайеры. Возможно попытается сейчас напасть. Тут там Андерворд первый. Это не лучшая цель. Видят его, решают обойти. Возможно попытается убить. Андерворд уже пошел. И сзади просто в спину выходят. Было их видно? Да, их было видно. Нужно разбегаться. Просто краешком заметили этих ребят. И забирают сейчас обе руны. Команда Дайер наверху. А на низу забирают две руны. Одну руну Рейтинга. Одну руну Дайеры. И по итогу 3-1 по баунтирунам. В пользу команды Дайер. Ну и все по линиям примерно так, как и мы с вами предсказывали. Тинни пытается убить Курьера. Курьера, кстати, это интересный момент. Тут у нас, видимо, крепкий Сергей уже наготовился. Но тут ребята тоже не так просты. Курьер стоит. Ждут, пока покажется Тинни на линии. Ну и линии. Что по самих линиях? Джаггернаут лич, верхняя линия против Гримстроука и Андерворда. Да, линия хорошая. Но. Вот в чем вопрос. Сможет ли Дабла Лидж Джаггернаут в полной мере убивать своих персонажей? Точнее, персонажей, которых они должны убивать. Потому что эта связка очень хорошая. Она очень сильная. Я уже видел много раз в разных командах, как это работает. Но тут же очень жирный Андерворд. У которого 3 армора. У которого 800 хп на начале игры. Так что тут будет сложновато. Разве что Гримстроука пытаться убивать. Но вот если Андерворд будет вот так вот закидывать свои спулы. То, в принципе, тут будут проблемки у Джаггернаута. Но и Тинни все еще стоит. Все еще стоит Тинни. Ждет этого Курьера. А Курьер все не идет и не идет. А время идет. Уже первая минута матча за нами. Ну и так вот это выглядит. Дальше же. Дальше, дальше. Нижняя линия. СК против Андайинга и Пээла. В принципе, СК хорош против миличных персонажей. Почему? Потому что ставит пески. Чтобы добить крипа, можно даже как-то переакрить их. И чтобы добить крипа вражескому кору, ему нужно заходить в этот песок. Получать урон. И плюс также имеется ОСК. Пассивка в это время. Наверху первая кровь. И вот эта комбинация, о которой мы говорили, работает просто прекрасно. Ну и возвращаясь на нижнюю линию, будут небольшие проблемы тут у Фантом Лансера. Почему? Потому что я уже объяснил, нужно будет заходить в пески. Плюс пассивка будет постоянно дамажить. И нечем с себя это скинуть. Все так что Андайинг тут особо не помощник. Центральная линия. ОД против Медузы. Восстанавливает немножко себе маны ОД. Медуза, видимо, уже уровень 3 имеется по крипам. Медуза 6 на 4. ОД 9 на 2. Наверху вижу, есть небольшая стычка у нас. Разменивается по хп игроки. Тут проседает немножко андерворд. Тинни его палкой разминает. Просто по крипту наговорит. Кидает еще дерево. Принжевого крипа хорошо. Ну и теперь. Теперь нужно дождаться, пока Лич у нас придет на линию. Пока Тинни получит уровень 2. И тогда уже со всей комбинацией, со всем этим силом пытаться убивать врагов. Это выбор реально хорош. Нанизу появляется руна Иллюзии. Ее нужно обязательно проконтролить. Любому из мидеров она будет хороша. И Медузе, и ОД. И, в принципе, за счет этой руны можно будет чуть больше подвосхитить крипчика. ОД проседает по мане, но сразу же ее возвращает. И тут будет у нас битва маны в миде. А наверху, вот, кстати, уже лишается маны у нас андерворд. Вот, и на низу погибает СК. Видим, размазали его по земле. Но ничего, и такое случается. Наверху есть нападение, нападение на андерворда. Тинни под щитком Лича с деревом пытается как-то убить андерворда. Но слишком он еще жирный. У Тинни слишком мало урона еще на такой минуте. Что в миде? Четвертый уровень ОД, четвертый уровень Медузы. Медуза себе что-то принесла. Что-то это что-то 2 в Рейсбенда. Ну и теперь видим, что по крипам. 18 на 2 ОД, 14 на 4 Медуза. Тут немножко ОД. А переезжает своего оппонента, чем, в принципе, я думаю, свою команду и радует. Наверху есть нападение. Хорошо закидывает андерворда. Тут же пытается сделать телепорт, но у Тинни нет. Еще я вымочил у него только то, Сахи. Ай, какая ошибка. А идея-то была хорошая. Хорошо среагировал андерворд. Вот вовремя, я бы даже сказал. Еще бы буквально на секунду позже он задумался. И остался бы там на очень долго. Нанизу СК возвращается на линию. Стоит тут Сентри. Своё Сентри. Так что тут побить особо не получится. Если у андайинга нет там. Нет. Главное сейчас не зайти в радиус действия вражеского Сентри. Ну и в принципе, вот так вот сейчас будет играть СК. Он просто будет стоять на линии в песке. И максимально давать не фармить ПЛ. И максимально стараться забирать крипов для себя. Так вот это выглядит. Наверху уже имеет 21 добитый крипт Джокернаут. Для сравнения, у Фантом Лансера 28 на 9. И плюс, если не ошибаюсь, у него есть первая кровь. Нет, первую кровь я назабрал андайнг. Один ассист всего лишь имеется у ПЛ. Но это тоже приятно, поверьте мне. Наверху есть стычка. Погибает Тинни. Все-таки разбери Тинни на камень. Очень быстро растворится. Но вопрос, как он так подставился, интересно. Конечно, там есть и Питов. А, там даже Питов Малис нет. Вообще тогда не понимаю. Ну ладно, это такое. У нас в пятую минуту появляются баунтируны. Лич щиток на себя. Пошел, перекликает или нет? Да, перекликает. Лич хорошо. А вот теперь Гримстрока. Можно попытаться. У Гримстрока есть скиллы. Можно попытаться их нажать. Инкслау на себя. Застанет или нет? Застанет. Но это будет, скорее всего, смерть для него. О, уходит Спирит на Тинни. Хорошо, Тинни нужно разбить. Разбивает очень быстро Спирита. И можно просто кидать дерево. Тост, 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 тост. Нет, Тоза не видно. И делает опять отсюда. Гримстрок попадает. Деревом тычку дать. Нет, не успевает. Тинни уходит. Гримстрок все-таки с телепорта. Отлично сыграно. Медуза у нас с МИДа немножко ротировалась в леса. Подфармливает лесных крипчиков. Ну и вот этот геймплей всем известный. Медуза просто максит первый скилл. Забирает пачку. Запушивает линию, уходит формить ближайшие стаки в лесу. И в принципе, это конечно не супер круто. Потому что несколько крипов с пачки пропускается. Но тем не менее, она не проседает по золоту. Это, так сказать так, надежный план на игру. Нанизу. Что у нас на низу? Пэлл на низу себя чувствует абсолютно спокойно. У него 37 на 12. Сравнение Медуза 37 на 5. 37 также на 5 ОД. Ну, у Пэлла тут все реально хорошо. Не так плохо, как могло бы быть. Учитывая то, что он стоит против СК. Так что Фантом Ванцер еще должен благодарить своего саппорта. Или даже СК за то, что ему так хорошо стоится. Вот еще крипчиков помогает ему добивать. Ну, все замечательно. Нападение есть на тени. Тени выходят на шрайн. Возможно, сейчас попытается как-то подраться. Но слишком мало еще урона у тени. Только третий уровень у него. Закидывается дерево. Забирает. Кстати, тени хорошо крипов. Еще его, в общем, забирает. Нет, не забирает большого. Инкслау взрывается. Стоит, ни по кому не попадает. Тут же Лич подтягивается. Есть Фроз Бласт. Тост от тени. И это ошибка от Андерорда. Скорее всего, да, есть минус там же Файр Шторм. Попытается ли разменяться у нас Гримсрок на тени. Или нет. Вроде бы видим, что нет. Тут же стоит Ап Сервер. Будет видно Гримсрок, а будет ли тост. Нет, слишком далеко уже. Не хочет тени так далеко заходить. Выпивает фласку. И вроде бы должен отсюда уходить. Живой. ОД. Уже уровень 7 имеет. Есть у него 2, 0 талисмана. Есть также сапог Файри Файер. И на низу опять погибает СК. Да что ж такое? Не везет этому СК. А Медуза, кстати, делает интересные вещи. Она смещается в леса. Начинает их фармить. И в принципе, чувствует себя здесь более чем комфортно. Я бы даже сказал. Что у нас наверху? Наверху видим Джаггернаут. Фармит катапульту. У него уже есть сапог. 2 в рейсбэнда по нитворсу. У Джаггернаута пока что слабенько. 3000. Но сейчас видим, что все корпозиции. Первые и вторые имеют по 3000. Джаггернаут. Блэйд Фьюри. Хорошо забрал Крипчиков. Отлично, отлично, отлично. Еще рейнджевого. Ой, вообще супер. Примерно 200 монет сейчас Джаггернаут выручил за этот стак. Но это хорошо для него, конечно же. Находит Медузу в лесу. Должны добавить сейчас информацию тиммейтам, что вот тут фармит Медуза. С ней надо что-то делать. Выходит в лидж. Просто берет опыт, скорее всего. Не дают Медузе набрать опыта. Забанили стаки на древних крипах. Их, кстати, не достает в центре. Ай-яй-яй. Не достает в центре. Буквально капельку не хватило. Но что уж сделать. Такие профессиональные игроки у нас играют сегодня. Наверху нападение Джаггернаута. Саймонс можно его очень быстро сбить. Да, сбивать, конечно же. Но встает в Ингсвелл. Это слишком опасно. У Джаггернаута есть ультимейт. Можно попытаться выжить. Ставится еще Хилинг Двар. Но не паниковать спокойно. Хорошо, Хилинг Двард. Еще имеется стики. Три танка в бэкпаке. Все нормально. Находят у нас Лича. Тут же ПЛ на Фантом Раше. Посмотрите, какая просто тычка огромная. И Лич теперь у нас в опасности. СК кастует ультимейт. И просто встречает его с эпицентром на иллюзию ПЛ. Это не критично. Сам ПЛ настоящий уходит. Тут же имеется три уже игрока команды Дайри. Начнется сейчас драка. Посмотрите, сколько урона наносит ОД под ДД и арбами. Но вроде бы должен выживать тут Андайн. ОД, конечно, просел по мане. Это не критично. Но, тем не менее. Не реализовал себя ОД так, как мог. В принципе, тут можно было как-то, знаете, попытаться убить кого-то. Тот же ультимейт нажать. Но ультимейта у ОД все еще нет. У него фейзы 4-0. Потратил в итоге очень много времени. Никого не убил. Ну и, в принципе, как по мне, это такая микро ошибочка. Что у нас дальше? Дальше уже скоро 10-ая минута. Должны скоро появляться Баунти Руны. Джеккернаут ультует хорошо в Андерворда. И это будет по-любому минус. Отлично сыграно Джеккернаут. Прочитал он этот момент. А вот Андерворда слишком очевидно ошибся. 9.30. Команды уже должны готовиться к появлению Баунти Рун. Смотрим, что будет сейчас происходить. Видим, много вардокса стоит у команды Дайр во вражеском лесу. Чтобы не давать Медузе фармить. А у Медузы, кстати, интересная раскачка. 4-4 она берет. Вообще не качает щиток. И наверху еще разочек. Только что зарезали Гримстрок. На Медузу есть нападение. Вижу тут ОД. Также плюс лич. И вообще без шансов для Медузы есть минус. Вот это хорошо. Нашли на варде. Зарезали. Забрали золото. И еще бы как-то забрать стаки. Вообще было бы замечательно. Наверху вижу есть нападение. Шрань, телепорт. Тут же Тинни можно попытаться подцепить Гримстрок. Замедление. Оно не разворачивается. Тинни пропускает женщин вперед. И теперь можно нападение организовывать. Да, есть Инксвелл. Встает Инксвелл. Есть также Спирит. Спирит не взрывается. 37 золота для Тинни. И еще в Инвизе Гримстрок находится. Это значит, что возможно будет нападение дальше. А если не дальше, то на другой линии. У Джекернаута. Есть уже ПТшка. Три Брэйсбэнда. То есть еще 300 монет в кармане. И это хорошо. Фармит Джекернаута очень здорово. И в это время еще раз на низу забирает СК. Да что ж такое-то происходит. Сколько раз уже погиб этот СК. Давайте даже посмотрим. 0-4 у него. Это конечно все печально. Можно было бы как-то постараться. Чуть поаккуратнее сыграть. Помимо того, что ПЛ и так имеет фрифарм. Так его еще и подкидывают. Золото. ОД заходит за вышку. Нападение есть у нас на Медузу. Тут же есть Эвваджи. Просто вообще без шанса. Это не Медуза. Это Гримстрок. К сожалению. Но Медузу также поцепили. Есть страх. Можно пытаться заходить. Потарить на вышку. Есть Астрал. Но как бы мне зря. Зря ультимейт. Еще ОД нажал. Тос. И все. Все таки не зря. Минус Медуза. Есть еще Сол Рип. Дикей по Тинни. И Тинни последняя тычка от вышки. Залетает. Выживает. 40 кп. Остается. Будет я еще один Дикей. Нет. Не будет и Тинни. Вроде бы должен отсюда уходить. Но Андерлорд подцепит или нет. Есть. В Айр Шторме. Попадает все таки. Отлично. Минус Тинни. Разменялись все таки. Но разменялись как? Разменялись 2 в 1. Погиб Гримстрок. Погибла Медуза. И в размен всего лишь на одного Тинни. Нанизу. Девятый уровень уже есть у Сент Кинга. Также имеется Транквилл, Брейсер и 1800 монет в кармане. Несмотря на свои 4 смерти, Блинг Даггер у него появится в нужный тайминг. Это хорошо. На миде есть небольшое скопление игроков команды Рэддиан. Тут же потягивается ОД. ОД под пассивочкой восстанавливает себе ману. И кстати у него уже 200 золота. Вот Кая покупается просто. Рэд кликом покупается Кая. На 12 минуте у ОД. Конечно не так круто как могло бы быть. Но это и не поздно. А еще появляется Аркан Руна в нижней части карты. Ее тоже нужно обязательно проконтролить. Скажем на Личе. Или на ОД. Забирается Руна. Тут же подставляется у нас Дайинг. Можно попытаться с Траком. Вот здесь Трак хорошо с Хайграунда стягивает. У нас Личи. И тут иди сюда. Говорит Тени закидывает его Гречка. Просто полон рот Гречки. И еще ставится там Батамбу. Тоже можно забрать. Это 100 золота лишнего. Еще все. Все сняли. Ай-яй-яй как круто. Круто сыграли. Ну и золото тут подняли нормально. Можем даже посмотреть. Интересно покажет ли золото. Нет. Скорее всего за Апсервер. И там Бу не показывают. Но около там 500 подняли. Да и Р. У Джаггернаута уже имеется Демонедж. Видим что начал он свой БФ не с Персика. Как это обычно делают большинство кири игроков. А с Демонеджа. Не знаю пока что с чем это связано. Возможно хочет просто больше банально иметь урона с руки. Не нужен ему этот Ман Риген. ХП Риген. Я думаю скорее всего Персик берет когда нужно в лес уйти. Покачать. А вот Демонедж это хорошая тема. Когда дают фармить на линии. Когда есть время. Спокойно пространство создается. Ну а что же. Выходит Антайн. У нас видно Лича. Лич получает Дикей. Тут же его закрывает. Гримстролки. Это уже скорее всего конечное для Лича. Пытается сбить Спирит. Оно встает. В Сайонсе сейчас взорвется Спирит. И кучу урона выдает Гримстролки. И просто в Солянова оформляет Лича. Хорошо сыграно. Она тут немножко загуляла Лича. Посмотрите на количество Сентри. В Абрашевском лесу. Заблокировали буквально весь лес для Медузы. Но тем не менее. Анава фармливает свои артефакты. Уже имеется Момпа. Т3 в Рейсбенда. Полетела Змейка. Джаггернаут через Блэйд Фьюри. Не доджит кстати. Интересно как. Но тем не менее. У Медузы. Пока что золото на четвертую. Срочку по Медворцу. 5300 у нее имеется. Джаггернаут занимает первую. 6800 у него. Это хорошо. Возможно Блэйд Фьюри будет к минуте. Скажем 16. Это не поздно. Это нормально. Нанизу ОД подпушивает линию. Т1 вышка уже в опасности. Нужно попытаться ее забрать как-то. Делать телепорт Джаггернаут. Куда-то он делает в центр. Хорошо. Теперь ты в центре. А что дальше? Хотел он скорее всего подфармить пачку крипов. Но забрал одного крипа. Заработал 50 золота. И сразу же. Это те деньги которые он потратил на телепорт. Ну не знаю. Возможно еще просто отдефать. Вышку у нас за Эласт Хит. И вышку ОД. Тут же Лич поставляется. Идеться не в зомби получится. Или его убить. И нужен еще один ДК. Не хватает урона. Но зомби должны догрызть. И в это время погибает Гримм Срок. А нет это ПЛ. Убили Фантом Лансера. И убили Лича в размен на Тине. Но 1 в 2. Это хорошо. Хорошо. Потому что убили ПЛ. А ПЛ сейчас очень важная фигура. Я бы даже сказал крайне важная. Есть еще Сайленс. Не попадает Бороу Страйком. Сэнд Кин. Телепорты есть у всех. Но почему-то не хотят этого войска ловить. А у него уже кстати есть Блинк Даггер. И 15 минута. Как обычно появляются Баунти Руны. Все 4 руны забирает команда Дайер для себя. Вот это интересно. Интересненький момент. Такие довольно. Ну и что по артефактам. ОД. Кая Фейзы 4.0. И видим что собирается ОД покупать Яшу Каю. Тени. В Линк 1400 у нас начинается драка. Есть хороший ультимайт от Грим Стролка. Тут же погибают уже Анданьки и ПЛ. А также можно убить. И есть минус Фатом Лансер. Дальше можно идти разбиваться Смок. Смок практически бесполезен. Потому что спадает со всех и сразу. Есть Дрифуза у ПЛ. Кстати не будем забывать. Но он еще находится в таверне. Дальше можно пытаться убить Грим Стролка. Есть 100 с палкой. И минус также на Грим Стролке. Хорошо сыграли тут команда Дайер. Забрали троих персонажей. И самое главное еще раз убили ПЛ. Ну и в это время у ОД уже появляется Яшакая. Это хорошо. Яшакая это приятные артефакты для такого персонажа. Ну и что у нас дальше? У Джаггернаута уже есть БФ. И не просто БФ. У него 16 минута. ПТ. Три Врес Бенда. Апнутые стики. БФ. И 900 монет в кармане. Ну просто великолепно фармит Джаггернаут. Тем временем у нас продолжается драка. Выходит Андерворд. Нападение на Тинни. Пытается его потычковать с руки. Тинни понимает что нужно отходить ему. Но вот теперь Таш Джаггернаутом. Его Дэз за спиной. Можно попытаться побаковать. Тинни выбирает получше позицию. Видно Медузу. Медузу можно попытаться выкинуть. Есть Явланджи. Тос будет ли какой-то? Но нет. Там Сайванс Медуза. Вильтует. Нужно теперь отсюда бежать. Тинни скорее всего должны продавать. Тинни погибает. Так и есть. Дальше можно чейзить. Решает отдавать одни андайнга. Причем СКВ видно еще на ларде. Так что тут в принципе позиция была хорошая. Но вот если бы не было этого абсервера. Там Буэскайдум влетел как минимум в троих. И с таким эпицентром были бы просто поминки. И для комментатора и для игроков. Руна ДД появляется в верхней части карты. Ее нужно обязательно проконтролить. И Медуза нападала у нас на Лича. Лично ходит руну. Будет ли оставлять или разобьет. Или заберет себе. Не важно. Потому что забирает один вышку Джаггернаут. Зарабатывает 100 золота за ласт хит. И тут же берет руну ДД. У него есть ультимейт. Есть Battle Fury. Если найти Медуза. Это будет просто такое хорошее убийство. И есть еще страх по андайнгу. Андайнг выживает. Вроде бы. Есть еще чуток от Лича. Последняя тычка даже не тратит ультимейт. И Тос просто прекрасный на Медузу. Но там же Астрал. И Андайнг. Все таки не смог подсавить своих тиммейтов. Только подставлю их еще больше. СК у нас раскасал ультимейт. Еще Медуза и второе убийство. Так же себе забирает Джаггернаут. А как же круто они сыграли-то. Вот этот Тос от Тени. Просто великолепный. Под Т2 вышку Джаггернаута. Сейчас реально зарешал. И при всем этом. Он еще не потратил ультимейта. Как же это дабл демэдж то зарешал. Яй-яй-яй. Просто великолепно. И еще есть ультимейт. Можно сейчас просто зайти в наглую. Забайтить на драку. И ультануть на Джаггернауте. Но нет эпицентра. Но есть чайник. Тут уже такой вопрос. Но мне кажется эпицентр все таки пополезнее. Так что решает команда Дайр отойти. Спокойненько перегруппироваться. Похилиться. Подфармить. Закупиться. И с новыми силами. Так сказать. Уже ударить. Что у нас дальше по артефактам. У Пэйла уже есть ТПТшка. Два в рейсбэнда. Также диффуза. 450 монет в кармане. Греймстрок. Есть урна сапог. Медуза. Мом Яша ПТ. Два в рейсбэнда. Андайн сейчас погибает. И у него ничего нет и не будет. Скорее всего. Томбу также отдает. Даже 200 золота. Нет. 175 отдает. Для Лича. Это хорошо. Ну и дальше. Андерворд. Есть вангвард. Есть хут Арканы. И дальше нападение. Есть на Пэйла. А вот это очень важное убийство. И тратит Доппельгангер. Какая ошибка. И тут даже можно нажать ультимейт. Не жалеет. Его Джаггернаут. Минус есть на Пэйле. 45 секунд. Его не будет. И у него нет байбэка. Это крайне важно. СК. У СК уже есть блинг. Есть также вангвард. Джаггернаут. Есть БФ. Яша ПТ-2. В рейсбэнда. Тини. Блинг. И Боттл. ОД. После покупки Кая Яши. Пока что ничего себе больше не брал. Но есть 2000 золота в кармане. Ну и что по графикам. По графикам мы видим. Что уже около 7000 золота ведет команда Даркас. И по опыту около 4000 тоже они. Хорошо. 20 минута на подходе. Уже сейчас будут появляться баунтируны. И спирит летит обратно. Можно попытаться убить. А Гримстрока хороший. Есть танчик от СК. И тут ОД просто. Под пассивочкой разваливает. Нужно только где-то манку подрегенить. Вот чем он сейчас и занимается. Кстати. Новый скилл ОД работает так. Если не ошибаюсь. Что когда ты просто наносишь урон. Не обязательно существу которого есть мана. Ты восстанавливаешь себе ману. Вот это интересный момент. Ну и 20 минута. Баунтируны появляются. Две забирают уже команда Дайер. Ну и скорее всего две остальные тоже они забирают. Да. А это уже значит. Что имеется у них небольшое преимущество по карте. Давят они своих оппонентов. В Андаинг выходит его видно. Можно пытаться убить. Пытается отдаться нейтралам. И получится ли? Нет. Там просто бревно. Тинни залетает по голове. И есть минус. Дальше. Андаинг мертв. У него есть байбэк. Смысла пока что делать его нет. Но вот эти два вышки еще стоят в миде. И на низу у команды Радиент. Их можно попытаться сейчас забрать. Будут ли они это делать? Вот в чем вопрос. У Джаггернаута появляется Сенжиняша. Это довольно стандартный артефакт сейчас на Джаггернаута. В нынешнем мете есть Питов Малис. Подцепили Джаггернаута. Но вроде бы должно обойтись. Да. Они стали нападать команда Радиент. Слишком далеко стоит Джаггернаут. Ну и плюс за спиной все еще имеется команда. Но вот теперь надо как-то зайти на эту Т2. Зайти как-то. Подождать Крипчиков. Потому что стоять вот после нее тереться. Это тоже конечно не Камильфо. Вард можно даже еще спрятать в деревьях. Но откидывается Кримстрок. Но что они могут сделать? Что могут сделать команда Радиент? Как по мне. Пока что ничего. Вот Тинни запрыгает. Хорошо. Есть. Тоз выкинули. Тут же есть. Я помню, что Джаггернаут под бой. И очень-очень просто моментально убили. Данька. Тут же запрыгает ДСК с эпицентром. Но эпицентр слабенький. По одному лишь андерворду. Это ничего страшного. Т2 вышка в это время рассыпается. Возможно просто пространство пытается сделать телепорт. ДСК уходит. А вот Лич может остаться. Но нечем сбивать Питов Малли. С 3 секунды все-таки уходит и Лич с телепорта. А тут просто Т2 вышка у нас спушится. Возможно попытается убить ПЛ. О, Де ультует. Находит настоящего его. Вот теперь можно просто Аркан Арбаме туда же чайник лично кидывает. Дает страх. И может быть минус на ПЛ. Да, это есть минус. Ошибка от Фандом Лансера. Не дочитал он этот момент. Слишком поздно отошел. И в это время еще погибает Медуза на нижней части карты. Забирает ее Джаггернаут с тени. И у Джаггернаута уже, кстати, 2500 золота в кармане. Видим, нацелен он на покупку Блинк Даггера. Это вариант хороший. Да, вариант хороший. Можно быстрее врываться в драку. Решает он продать в Райсбенто не апнутые стики. Это понятно. Потому что у Джаггернаута всего лишь 600 монопул. Так что лишняя мана в драке не будет точно. И нацелен сразу же он на покупку с бабочки. Ну и что же. 22-ая минута матча за нами. По графикам уже около 11 тысяч золота ведет команда Даркос. По опыту приближается эта цифра к отметке в 10 тысяч. Но и рейтинты уже закрыты на своей базе. Тинни напрягивает хорошо. И Северн Штоз. И посмотрите сколько урона. Он выписывает гримстровку и просто отправляет его на небеса. Нанесу-то два вышка пушится. Подпушивает ее Джаггернаут. Проседает вышка по хп. У нее 200 хп остается. Нужен заластхитить. Хорошо берет Джаггернаут этот ластхит. 120 золота для себя зарабатывает. Ну и теперь можно идти дальше. Тинни. Джаггернаут. Тут вдвоем. Это опасно. Питов Малис. Хороший подвоем. Тут же подключается. ПЛ. ПЛ. Есть дефуза замедление на Тинни. Но этот щиточек отличие спасает вроде бы на некоторое время. Но он сейчас кончится. Есть еще один тикпитов Малис. Тут нужно просто отходить. Просто отходить. Но у Джаггернаута нет ультимейта. 40 секунд. Но есть Блинг Дайгер. Можно срубить. Хорошо срубил Варта Джаггернаут. И теперь же нужно как-то камбэкнуть для Тинни. Потому что без Тинни зайти на хайграунд мне кажется будет сложно. Все-таки он может хорошо синициировать за счет Блинга Тоса. И вот так для него погибать это конечно не Айс. И вот только сейчас через 20 секунд откатится ультимейту Джаггернаута. Можно будет пойти подраться. Видим что нацелен он на покупку уже не бабочки. А Мьёунера. Мьёунер в принципе выбор хорош. Но бабочка даже лучше как по мне. Возможно хочет Джаггернаут просто быстрее убивать иллюзии Фантом Лансера. Да, тогда в этом есть смысл. Ну а пока что давайте смотреть. Ну и видим что. Что же у нас сейчас происходит. Наверху находится команда Дайер в составе троих персонажей. Тут же подтягиваются Рэгенты. Немножко возможно будет какая-то драка. Выходит ПЛ. ПЛ уже вроде бы тут никого не должен заставать. Но и в центр смещается. У нас ЦК плюс Джаггернаут. Есть песочек. Но там Сентри выкапывается. С К вовремя оно выходит с рейнджа действия песка. И также с рейнджа действия Сентри. Решается абсолютно все маны. У него есть блинг. Иллюзии блинг не сбивают. Ну и теперь можно пытаться квадраться. Казалось бы. Но маны нет. Нет абсолютно маны. Вот только сейчас Лич дает аркантатки. Можно еще даже бы в акварите одну дать. Зажал почему-то Лич. Ну и 25 минута уже на подходе. Это значит что баунтируны сейчас должны появляться. Будут ли за них какие-то драки. Вот в чем вопрос. Пока что не вижу что игроки особо стягиваются на руны. Вот только наверх у нас потягивается Лич. Возможно попытается забрать вражескую баунтируну. Но и рейдинды абсолютно сейчас кучно находятся. Они пытаются фармить все вместе. Чтобы их не застали врасплох. Не убили кого-то одного. ОД покупает себе шилу после драгонлендса. И тем самым крепко закрепляется на второй позиции по надворцу. Появляются баунтируны. Наверху две забирает команда Дайер. Нанизу две забирает команда Радиент. Вроде... А нет там Лич. Ой-ой-ой там забрал Тинни. Все-таки 3-1 по баунтирунам. В пользу команды Дайер. Но и на низу. Нанизу точнее у базы Радиентов. Тут уже подпушилась линия. СК подпушил. У него есть блинки и Крим. Сангвард уже 1200 монет в кармане. Это звучит солидно. Тинни берет талант на 10 уровне. Плюс 125 к руну от Эвлонч. Это вполне себе оправдано. Ну и Рошана пора. Вот читают игроки мои мысли. Пора конечно же Рошанам. Все-таки уже начинается вот эта стадия. Когда у одной команды имеется ощутимое преимущество. Но она не может зайти на хайграунд. Потому что вот что-то не хватает. И вот это что-то. Это Рошан конечно же. Заходят на Рошана Дайер. И начинают его сбивать. Два скана практически даются на Рошана. Понимает и одна и другая команда. Примерно где находятся враги. СК в хорошей позиции. Стоит. Это реально круто. И уходит отсюда с телепорта ОД. ОД подпушивает нижнюю Д2. Попады Дрошан. Должны понимать сейчас Дайеры что ОД в опасности на низу. Но уходит отсюда. Рейденты на телепортах не стали ни на него нападать. Хотя можно было бы попытаться. Но с другой стороны. Там рядом вышка. Рядом вышка. У всех телепорты есть. Можно было бы отдать там Медузу. Остаться и проиграть игру. Так что с этим надо быть реально поаккуратнее. Центральная линия. У нас подпушивается. Имеется Джиггернаут. Плюс также три персонажа команды Дайер. Тут нападение есть на Джиггернаут. И хороший Питов Маллис. На Лича есть. Чайник успевает скинуть. За это скорее всего погибнет. Здесь еще страх выдал. Лич все что смог. Джиггернаут на Блэнфюре уходит. Стоит там Батнамбу. Никто не бьет. Медуза уже провейстил. Ультимейт провейстил Мом обратку. У нее больше ничего нет. На нее нужно нападать. СК пытается занять хорошую позицию. Тут ЖПЛ пытается убить Тинни. Ни до кого не достаю. Вот какая ошибка от СК. Ай-яй-яй-яй. А так можно было круто ворваться. Ну ладно. Что сделано, то сделано. 2 в 0 размен. Забирает рейденты двоих своих оппонентов. Не отдают при этом никого. И зарабатывает для себя 800 золота. Но вот так вот по чуть-чуть. По маленькими шажочками. Можно как-то попытаться на самом деле. Эту игру выиграть. По 800, по 800, по 800. И так все золото себе вернуть. Но это мы знаем очень длительное занятие. Труд такой. Трудоемко я бы даже сказал. Но времени мало. Учитывая то какая сейчас дота. Когда вышки картонные. Просто падают вообще за секунды. Одна ошибка может стоить карты. Джаггернаут. Фармит леса. У него уже есть бабочка после Блингдаггера. Все-таки решил он покупать не Мьонер, а бабочку. Это хороший выбор. Плюс также у него имеется Баттлфьюри. Имеется Сэнджин Яша. Ну и закуп сейчас у Джаггернаута вполне себе такой сносный. Дальше же. Дальше же команда Радиент. Как мы уже говорили. Заперты абсолютно. И безвозвратно на своей базе. Что они сейчас будут делать пока что непонятно. Но посмотрим. Возможно как-то придумать какие-то действия. И в это время у нас погибает. Ондайд. Его просто зарезал Джаггернаут. Под большой скорость атаки. Это хорошо. Это реально хорошо. Все-таки есть уже небольшая возможность у Дайеров. Так сказать. Зайти на хайграунд. Подставлять Медузу. Медуза можно сбить телепорт. Но нет. Астрала ОД. Это какая же ошибочка. Где же ты его потратил дружок. Можно было сейчас пытаться убить Медузу. Но. Что уже сделано. То сделано. Так что пусть будет уже хоть так. Что же дальше. В это время у нас команда Дайер. Пытается сейчас максимально надавить на своих оппонентов. Ну. И попытается возможно даже ребята как-то сейчас выйти. Выйти на кого? Выйти на хайграунд конечно же. Я думаю выбор это конечно же хороший. Ну. И Джаггернаут заходит. Выйдет на Дайанга. Можно попытаться. Есть блинк на Белла. Белла можно попытаться убить. Но там Доппельгангер конечно же без шансов. Тут если бы среагировал немножко СК. Тогда шансы были бы. Ну. А вот так вот. Как по мне. Мне кажется. Вряд ли получится. Но и ждут. Ждут Дайеры пока ошибятся их враги. Ждут пока. Кто-то подставится его. То на этот момент. Но Джаггернаут. Правейстер ультимейт. Как же жаль. Тут же ультимейт Грибстрока был потрачен. Есть щиток отличат. Тут стоит Хеллингвард. Можно пытаться дальше драться. Но не рискуют. Очень обидно. Обидно потому что потратили в никуда ультимейт Джаггернаут. И это реально. Огромная ошибка. Которая может стоить игры. Но с другой стороны. Если Дайеры сейчас убивают врага под их базой. Это практически победа. Заходит Джаггернаут. Начинает бить вышку. Вынужден Рэддиант и юзать Глиф. Отправляет. Отправляет Иллюзий ПЛ. Лишает маны Джаггернаута. Там всего лишь 200. Но там есть Эггис. Запрыгивает Тинни. Можно пытаться кого-то выцепить. Но не достает. И какая ошибка Тинни. Теперь он под Сайвусом. Его должны сейчас пытаться убить. Сбивают. Хорошо Спирита. У Тинни теперь есть возможность кастовать скиллы. Джаггернаут в это время бьет милишные бараки. Возможно сейчас начнется драка. Есть Чайник. Отличай. Да. Чайник летает. Хорошо. Сказо прыгает. По твоим. Просто прекрасно. Отступляет двоих персонажей. Туда же стан. Эпицентр. Чайник все это время летал. И просто теперь бить бараки. Никто не погиб. Отдали много скиллов. Дэ вообще уходит с телепорта. Потому что там Медуза ломает базу. Т3 вышка вообще упала. И теперь Дайры вынуждены отступать. Как же круто сыграла Медуза. Питов Малли сцепляет эскай. Ска погиб. Это не страшно. Но вы просто посмотрите что творит эта Медуза. Она забрала Т3 вышку у команды Дайры. И за... Отменяла всего лишь взамен свою Т3 вышку. Это реально хорошо. Учитывая то что они проигрывают сейчас. Точнее проигрывали 15 тысяч золота. Уже эта цифра сместилась до 11. Дайры тут конечно немножко облажались. Ну и что по артефактам. Что новенького. У Пээлла появилась Монта Стайл плюс 34. 400 золота в кармане. Гримстрог. Есть Блинк. Есть Сэндж. Плюс урна. Медуза Мом. Обратка Скаде. Уже есть Яша. Андаинг. Есть Арканы. Апнутые стики. Андерворд. Есть Пайпа. Кримсон Гвард. И Сэндж. Плюс Арканы конечно же имеются. Лич. У Лича есть Арканы. Ворды. Урна. Джекернаут. У Джекернаута есть уже Блинк. Блинк. Один Ультимайт Орб. Бабочка. Сэндж и Яша. И Баттл Фьюри. Тени. Блинк. Гем. И конечно же на подходе уже Сабля. Остается буквально 350 монет от артефакта Тени. Но и Аутворд Девавер. Имеет видимо уже Шиву. Драгон Лэнс. И Яшукаю. 5000 золота у него в наличии. Оставляет Бэкбэк видимо. Вардя Дайеры. Разбивает Шрайны. Возможно сейчас попытается как-то зайти на Хайграунд. Но вот не дается им. Вот просто не дается этот Хайграунд. Не дается этот Хайграунд. И как же им сейчас зайти. Что нужно для этого сделать. Ответ прост. Убить кого-то одного ключевого персонажа. Вот например Медуза. Которая сейчас всеми силами пытается как-то сплетить. Вот ее Тени возможно идет видеть. Или нет. Да. Нужно сбивать телепорт. Но проходит мимо. Какая ошибка. Тени. Ай. Можно было сейчас заканчивать игру. Но Тени у нас ошибается. ОД отыгрывает за свою зарплату. И убивает у нас ПЛа. У него есть байбэк. Да. Это правда. Но с другой стороны. С другой стороны. В принципе. Если выбить его. То может как-то получится. И в это время еще погибают два персонажа. У нас Джекернаут. Скорее всего через ультимейт. Зарезал Гримстрока. И Андайинга. Там тоже есть у Андайинга байбэк. Так что не страшно. Джекернаут поднимается на Хайграунд. Начинает бить рейнжевой барак. Юзает Блэйд Фьюри. Но он не спасает от Змейки. Но и теперь нужно убить какой-то один. Или милишный. Или рейнжевой. Начинает бить милишный. У ОД появляется Хекс. Он не оставляет денег на байбэк. Просто Хекс. Это возможно будет ключевой момент в траке. Джекернаут все равно не доджит Змейку. Даже блинком. Есть Питов Малис. Алибарда. Подскаде расстреливает Медуза. Там уже нет. А Еггеса. Это может быть опасно. Но нет. Также ультимейта. Это все нормально. Медузу подкинули. Возможно сейчас попытаться его убить. АСК ультует. Но Медуза ультанула раньше. И все стоят просто в камне тени. Пытаются ее как-то подсобить. И у него это хорошо получается. Тут же АСК подстанет. И неужели получится убить Медузу? ОД подключается. И есть минус на Медузе. У нее есть байбэк. Его нужно делать. Потому что там просто падает база. ОД добирает. Андаинка. И еще ультует. Хорошо. И тройное убийство будет. Да хорошо. Что-то иное убийство от ОД просто оформляет. Этот персонаж прекрасно сыграно. И посмотрите сколько у него ультимейта наворовано. Плюс также еще имеется Шива. Имеется Хекс. Но тут ОД сейчас просто машина для убийства. На него Алибарда накидывается. Можно себя в астрал. Хорошо спрятал. Змейка еще отскочила по СК. Бараки уже упали в центральной линии. Остаются только на низу. ОД начинает хорошо наяривать. Наяривать по Андерворда. Андерворд скорее всего отправится в таверну. Ультра килл. Четыре точнее убийства сделал сейчас Андерворд. Вот еще Пэл также подставляется. Это двойное убийство от ОД. Медуза Андерворд пытается тачковаться. И все-таки убивает Андерворда. Ну и теперь просто бежать. Без ОД. Дайры конечно такие себе бойцы. СКАДи появляется у Джекернаута. Но бежать быстрее это ему сейчас вряд ли поможет. Ну и что по итогу. По итогу потеряли Рэддианты в миде полностью всю сторону. Потеряли на низу Т3 вышку. Но забрали много персонажей. Забрали двоих. Плюс также потратили 3 бэйбэка. По деньгам тут конечно не просели. Но взамен команда Даркас уже приближается к отметке в 20 тысяч преимущества по золоту. И по опыту также такая цифра. Но это уже заявочка. Сложно конечно камбэкать с таких цифр. Мы знаем что были игры. И когда камбэкались 30 тысяч. Но это было в старом патче. В новом патче я если честно редко вижу. Чтобы так прям сильно команды камбэкали. Ну а с другой стороны. Учитывая сейчас армор вышек. Реально просто одна проигранная драка. И это минус сторона как минимум. Так что не стоит тут недооценивать. Нынешний патч. Видно медузу. Тинни ее увидел. У медузы нет бэбэка. Кстати если убить сейчас медузу. Это как же это будет круто. Нападение есть на Тинни. Гримстрок тут же подключается. ПО. Медуза выходит. Забирает баунтиру. Но начинается драка. Медуза подсказит. Должна убивать быстро. Леча Тинни все еще живет. Лич хорошо подсоевил Тинни. Будет минус на лече. Лич страх. Хорошо по таймингу. Выдержал просто до последнего момента. И теперь медуза в опасности. Начинается драка. Хорошо Тинни погибает. Лучшая цель. Должен он дайн погибать. Кушает стики. Выживает. Нужно дать еще две тычки. Он дайн все еще живет. Подхиливает себя Джеккернаута на длинке. Тут же есть эволонч от Тинни. Есть бэйбэк. Также был потрачен на Тинни. И забирает двоих персонажей. Точнее одного даже. Одного же. Нет двоих. Все таки забрали Тинни. И забрали он дайнга. Ну и теперь. Знает что нет бэйбэков у команды Рейдент. Но также имеется ультимейт у Джеккернаута. Так что в принципе все карты сейчас в руках у команды Дайр. Можно просто идти и в лицо начинать драться. Покупает кто-то у нас Радианс. Радианс это СК. Насколько я знаю. Да. Да. Это интересно. Теперь будут еще миссы. Нападение есть хорошее на ПЛ. ПЛ под замедлением. Тут же есть Хекс. Можно пытаться убить ПЛ. Ультует. Тут даже Джеккернаут. Есть моментальный минус. Также ультует. Дальше Джеккернаут на Медусу. Медуса получает кучу урона. Казалось бы. Но только теряет всю лишь ману. Ультимейт хороший от Гриммстролка. По двоим по ОД. И Джеккернаут. Джеккернаут Бэйдфюри. Это не страшно. ОД пытается убить. Но СК хорошо подцейвливает своих тиммейтов. Стан по троим. Тени выкидывает. Тос хороший есть на Медусу. Андерворда. Но Джеккернаут зарезал ПЛ. Зарезал Андайнга. Уже минус 2. Оформляет и просто под фонтан гонит ОД своих оппонентов. И это вторая сторона сейчас будет в копилочку для команды Дайр. Падают Бараки. Бараки на Мите уже нет. Хорошо тут же есть Чайник. Страх хороший на Андерворда. Минус Андерворда. Байбэк делает Гриммстролк. Но в этом уже как по мне нет смысла. Потому что только 2 персонажа команды Рейден находятся в живых. И только 2 Барака сейчас отделяют команду Дайр от мега крипов в свою пользу. ОД заходит. Джеккернаут очень быстро справляется с этими зданиями. Тут же пытается что-то Медуза сделать. Но что она сделает? Она одна буквально. Гриммстролк это не помощник. Тени запрыгает. Есть стус. Хороший выкидывает Медузу. Отлично. Медузу можно пытаться убить. Плюс также есть Хиэкс. Но там уже мега крипы с трак на Медузу. Также рефрешер на ОД. Ультимейт. В никуда. И это ГГ. Круто. Темдаркас побеждает в этой игре за 42 минуты. Точнее за 37 минут с преимуществом в 28 тысяч по золоту. Со счетом 42 на 21. Это была реально просто крутая и невероятная игра. Для вас комментировал Бэтрикс. Не забывайте подписываться на группу ВК. Ссылочка на которую будет в описании под видео. И не пропадайте. Еще услышимся.